привет братцы рыбаки как вы видите за мою спину черемах уже свела у нас тут попер карась на нерест завтра собираюсь на рыбалку ну а сейчас я вам хочу показать как готовить перловку на карась этот рецепт я еще лет восемь назад увидел на канале у братьев щербаковых мне он очень понравился и пользуюсь я ему до сих пор он меня никогда не подводил думаю вам будет полезно что переходим в дом начинаем готовить и так для приготовления потребуется сама перловка крупа мед панировочные сухари пшеничные и термос с большим горлышком также кипяченая вода перловка очень хорошо распаривается поэтому делайте сколько вам нужно вы переборщите мне достаточно наверно на утреннюю рыбалку будет 8 чайных ложечек это вот как раз в этом термосе только дно закрылось теперь заливаем нашу перловку кипятком термос наполнять надо до самого верха такой способ я использую очень давно и поверьте он отлично себя зарекомендовал дальше все это дело закрываем и оставляем настаиваться приблизительно часа на три если вам нужна перловка более такая жесткая то тогда часа на два через два часа увидимся прошло 2 часа 10 минут посмотрим что у нас получилось если мне нужна была перловка более рассыпчатая разваристая я бы держал ее три часа а так как и говорил от двух до трех часов сейчас будет самое интересное сцеживаем воду вот видите чем хорош этот способ не варки а именно запаривание в термосе не надо практически за не следить засыпали и занимайтесь своими делами дальше берем мед пока она у нас вся горячая замешиваем достаточно на такое количество где-то в чайной ложечки пока перловка горячая очень хорошо растворяется повторюсь такой рецепт я уже использую лет наверно восемь вот мы практически растворился теперь это все надо высыпать на газетку чтобы лишняя влага ушла дальше равномерно тоненьким слоем все распределяем лишняя влага сейчас впитается в газетку и продолжим дальше прошло минуты 3 сменю газетку насколько уже хорошо впиталось и здесь также опять в один слой все разровняю и теперь все это дело пшеничными тонировочными сухарями присыпаем пока эти зернышки немного влажные сейчас сухари их обволокут вот так вот теперь перемешиваем это все дело но вот и все ребят на рыбалку можно ехать прямо сейчас но мне это предстоит завтра поэтому сейчас я все это дело перевожу какой-нибудь пакетик и положу в холодильник и в морозилку а просто в холодильник вот такие вот зернышки достаточно такие не сильно мягкие повторюсь если бы мне надо было чтобы они вообще были рассыпчатыми я бы держал три часа в термосе я держал два часа 10 минут перловка на карася готова кому понравилось это видео ставьте лайки кому не понравилось ставьте дизлайки пишите что комментариях не забудьте подписаться на мой канал всем спасибо за просмотр и до новых встреч всем пока